приветствую друзья вы на youtube канале все для клёва сегодня мы в городе швейн город находится в германии север германии да да знакомьтесь это юрий подписчик канала все для клёва и мы сегодня на необычной рыбалке прямо в центре города здесь у нас рядышком музей оперный или не оперный театр 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 замки ну и конечно озеро друзья город швейн находится на семи озерок чтобы понимали так что здесь получается рыбацкий рай рыбару и ловится вся какая только и есть и щуки и хищная рыба и мирная рыба 30 километров отсюда балтийское море то есть место для рыбалки ну просто шикарно я юрий привез подарок такое удилище ведет импульс 33 метра катушка аж уж сороковая в общем те снасты которые сам ловлю поэтому юрий это тебе спасибо тебе большое за нашу встречу сейчас мы с быстренько приготовим снасть забросим и попробуем да посмотрим что есть можно поймать в этом в этом году часов уже 17 17 же через час уже будет темнее друзья поэтому мы будем ускоряться сегодня у нас снасть необычная фидерный макушатник казалось бы макушатники вы все знаете ловим на днестре на макушатник на фидер тоже ловим а вот как сделать фидерный макушатник вот такая кормушка интересная она есть на сайте клёва.com.ua у нее большое внутреннее пространство такое что позволяет в принципе отсюда кусок макушатник а по большому счету все остальное это вот чувствительная снасть я вам покажу ближе эту связал и поводок примерно 40 50 сантиметров насаживаем сейчас горошину и попытаемся что-нибудь понимать друзья приехала сюда не просто так получается что я продал свою фольксваген каде хочу сказать что очень хорошая машина в плане того что экономичная просторная но с точки зрения того что как только дождь нужно бегом убегать с рыбалки потому как вы потом выехать будет невозможно поэтому юрий мне помог с привлечением автомобиля в германии за что ему огромнейшее спасибо вот и если вас интересует как я это делал какие тонкости нюансы связаны с покупкой автомобиля в германии напишите в комментариях если будет примерно там ну хотя бы человек 100 который попросит меня рассказать о покупке нюансах покупки машины в германии я сделаю отдельным видео да и поделимся с юрой с вами информацией а так как канал в принципе про рыбалку поэтому я не хотел бы засорять наши видео рыбалки какой-либо другой информации потому как в принципе по большому счету есть очень много людей которые рассказывают о том как купить автомобиль в германии где куп покупать какие там тонкие нюансы связанные с прохождением таможни я в принципе в первый раз покупаю так машину за границей поэтому даже сам не знаю по поводу как она еще пройдет мне это может быть я завтра только выезжая обратно в украину но все будет нормально куда мы на все будет хорошо и так раз нас нас к такая кормушка с макухой кукуруза лен вот такой пластиковый отвод бусина который проведет продета три раза леска и она зафиксирована получается такой небольшой отводе с петелькой и петля в петлю одеты поводок примерно где-то 50 сантиметров все так как принципе чувствительная простая оснастка и мы ее попробуем забыть или и ты будешь запрос делайте так вот вышло солнышко как раз очень хорошо вот мы даже не проверяли какое-то дно потому как времени у нас очень мало и солнце уже садится поэтому ничего проверять не будем просто на свой страх и риск на нашу удачу забросили удилище и посмотрим что из этого выйдет друзья посмотри какой красивый замок в лучах солнца да и музей красивый вот это вот театр это министерство министерство иностранных дел земли да а что земля миклибург форпомен миклибург форпомен ну такая красота друзья такой небольшой спамп я привез тоже юрий подарок вот чтобы он им пользовался мы его сейчас прикрепим к удилищу и наполним горохом и забросим прикормим место лова посмотрим что у нас получится с этим горохом надеюсь что у нас все выйдет потому что удача должна быть и нашей стране по-любому а 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 еще одну по крайней мере если не понимаем хотя бы покормим рыбку правильно местную ну я надеюсь это разрешается нет да без проблем без проблем да тем более горох украинский желательно прикармливать друзья в одной точке чтобы рыба сходилась в одну точку у нас сейчас заброшено удилище немножко не в то место но мы перевозим сейчас нашу оснаст именно в том место гиппикально друзья второе удилище мы сродили с небольшой кормушкой потап 40 20 граммовая даже 20 граммовая кормушка вот с горошком небольшой отводик и поводочек на крючке тоже горох друзья и третье удилище мы оснастим макушат ником это нас макуха грузила ласточка и короткие 5 сантиметровый поводок посмотрим что с этого выйдет и так как мы оснащаем макушатник леска продевается сквозь грузила ласточку потом через макуху и чтобы было быстрее мы прямо привяжем сюда нашу клипсу макушатник есть и сразу на сделать маленький поводочек сделаем его из курочка шнурочку привязываем крючок привет пока и 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 лишний отрезаю Вот такой поводочек небольшой, буквально до пяти сантиметров. Здесь делаем восьмерочку. Вот так. Все, у нас поводок готов, его мы продеваем в клипсу, вот в методом петля в петлю. И в качестве насадки будем использовать вот такой пенотестер. Фирма Пиларус, кукурузная. Это протеиновое тесто такое, поэтому надеюсь понравится местным обитателям. Вот так вот одеваем. Пробуем забрасывать. Где-то тоже примерно в том районе. Вот, друзья, получается у нас макушатник. И два удилища. Один получается на фидерную оснастку Потап, с кормушкой Потап. И второй на фидерный макушатник. Посмотрим, что клюнет. И клюнет ли вообще. Тем не менее, у нас уже солнышко садится. Может еще полчасика где-то, да, Юр? Да. Температура воздуха, скажи, 5 градусов. Температура воздуха 5 градусов. Сегодня 11 марта, кстати говоря, друзья. Здесь у меня снег. С утра был снег. Я вообще думал, что мы не поедем на рыбалку. Но солнышко немножко вышло в конце дня. И мы приехали. Да. Хотя по большому счету нужно сейчас собираться в дорогу. Но не порыбачить я просто не мог. Охота пусть не волит. Охота пусть не волит. Это точно. Юр, ну, расскажи, пожалуйста, давно ли ты живешь в Шверине? Давно ли увлекаешься рыбалкой? Что ты тут ловишь? Просто так интересно узнать. Да, да, да. Ну, в общем-то, у нас здесь живу в Германии. Так. Рыбалка с Украины еще, конечно же. И там еще с отцом ловил. Потом здесь уже. Здесь необходимо получить, конечно, паспорт рыбака. Покупать лицензии обязательно каждый год. В разных землях Германии разные законы. Ну, в общем-то, один закон – паспорт и лицензия. Это основное. Здесь много озер. Много сорной рыбы так называемой. То есть это лещ, это плотва. Ее ловить можно без ограничений в любое время дня и ночи и года. Любое время, абсолютно. По судаку, щуки, допустим, сейчас запрет с 1 марта до 1 мая. По окуням нет запрета. Можно ловить от 17 см и более в любое время года, как говорится. Но, в основном, конечно, рыбалка такая по этим озерам. Много плотвы. Причем плотно-плоты – тарань, по-нашему, да. 25-30 см. В экземпляр попадается до 400 г. Лещ тоже хозяйский – 1,5-2 кг. Ого! Судак очень редко попадается. Ну, очень серьезная рыба. Также есть озера, которые в основном рассчитаны на, где много карпа. Ну, это ночная рыбалка. Есть увлекающиеся люди этим. Занимаются серьезно. И только карп. Потому что другой ничего не интересует. Знаю людей, которые мой товарищ только ловит окуня. Другая рыба его вообще не интересует. Окунь и щука. Много интересует людей увлеченных рыбалкой. В основном люди, которых я знаю, русские, да, все имеют паспорта рыбака. Если выезжать. Также есть морская рыбалка. Недалеко от нас находится Балтийское море, 30 км. И сезонная рыба. Треска, скажем, ловится круглый год. Но в данный момент ограничение не более семи штук руки. А сезон – это скумбрия ловится, селедка, когда она идет нереститься. А также есть такая рыба хорнхех. Я не знаю, как у вас называется. Такая морская щука с длинным носом. Дренья рыба. Похожа на змею. Этот сезон начинается примерно в марте. В конце марта-апреля на мелководье. Она клюет на все подряд, как говорится. На кусок мяса, на бекон. Это то, что интересует морская рыбалка. Морская рыбалка тоже нужна лицензия. Она недорогая. Стоит в год 30 евро. И можно выезжать на резиновых лодках, как угодно. Хоть в воде стоят, как говорится. Таким образом, это наш досуг. Кроме работы. Это интересно. Увлекательно. Да. Нужно заниматься хотя бы рыбалкой. До такой интересной степени свободы для мужчины. Чтобы отвлечься от проблем. Какие-то выехать с друзьями. Порыбачить, пообщаться. Супер. Так. И получается, что на этой почве ты посмотрел канал Ютуб. Ютуб-канал Судя Клево. Нашел. Да. Интересные были особенно по карпу и снасти, которые на самом деле работают. И мой приятель использовал также. Он даже не ожидал такого эффекта. До этого по старинке ловил. Там макуху набивал. Какие-то коробки непонятные. Да. А это именно работает и опробовано здесь, как говорится. Да. Интересно было бы у Александровича увидеть рыбалку на хищную рыбу. Больше обзора. Скажем, блеснения на щуку. Здесь тоже много у нас этой возможности. Щука очень хорошая бывает. Ну, опять же. По сезону, когда она голодная. После нереста сразу надо ловить. Потому что после запрета она хорошо клюет, как говорится. Ну, вот так вот. И поэтому подписался я. И вам советую подписывайтесь на канал. Много полезного и интересного. Особенно спасибо Александру за подарки. которые им привезли. Конечно, я опробую обязательно сам. Вот так вот. Такие дела у тебя. Так что, друзья, видите, как хорошо, что YouTube канал объединяет людей не только в Украине, но и в ближнем и в дальнем зарубежье. Поэтому подписывайтесь. Буду рад к вам приехать. Приглашайте в гости. Как с Юрой. Приезжайте, да. Обязательно. Поможем. Для гостей существует такое понятие, как гостевая лицензия для рыбак. Ее можно взять на неделю, либо же на месяц и без проблем, без боязни ловить. Потому что, в принципе, законы жесткие. Если без лицензии человек ловит, то могут быть проблемы. Даже за маленькую платвичку штрафы не суразные, конечно. Поэтому этим не стоит рисковать. Есть возможность купить лицензию на месяц. Хорошо. А если, например, ловить и сразу выпускать? Нет. Все равно. Если человек вытащил рыбу на берег, скажем, да, это уже нарушение, получается, по законам Нигерма. Кроме того, рыба, которая поймана, она должна быть сразу убита по закону. Колотушкой специальной, да? Да, колотушкой по голове. Либо же можно складывать садок, который находится в воде. Это тоже не запрещено. Ну, вот так вот. Вот так. Понятно. Так что браконьерить не советую. Друзья, ну, не клюет и не прикажешь, как говорится, да? Было у нас времени буквально два часа рыбалки. Ну, не клевало. Пока, в принципе, рыба спит. Спит, да. И погода сегодня была ужасной. С утра был снег, дождь, ветер. И сейчас начинает накапывать. Да, в 65 морозить начинает. Тем не менее, друзья, если видео было полезным, особенно по поводу фидерного макушатника, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все для клево. Ну, мы с вами прощаемся. До скорых встреч на рыбалке. Спасибо. Всего доброго. Всего хорошего. Приезжайте, приезжайте в гости. Все, счастливо. Всего хорошего. Удачи. Анатолияunto с нашей форматикой не знаю, WAYS остановивайтесь. Удачи.